Так, итак, так, мы долетели, ребята, пробуем, пробуем аккуратно, плиз, плиз, щас сеньор долетит, только он бы как бы выровняться немножечко, у сеньора одна попытка, тихо, ты слишком быстро как-то едешь, мне надо быстро снизиться и тебя поймать, ой, не-не-не, не так, о, о, хорошо, 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 да, да, сеньор, вы невероятный, где вы хотите, чтобы я сбросил вас, о, пожалуйста, не бросайте меня, сеньор, отвезите меня на парковку, грациас, слушайте насчет грациаса, дело в том, что они в меня продолжают стрелять, а я не могу набрать высоту, потому что этот сеньор в машине, он очень тяжелый, понимаете, ребят, я, короче, решила вам сократить миссию, потому что, ну а что, вы это все видели, зачем вам каждый раз видеть, как я несу ящик туда-сюда, да, поэтому, ребята, включила запись, как, как догнала его, можно так сказать, все, ребята, я вам обещала Мендесов пройти, я сделала, понимаете, все, меньше нытья, больше дела, тихо, 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 поднимайся, 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 о, блин, вот что-то прям вообще высоту не набираю, а куда мне его везти-то? Ребят, что-то я не понимаю, куда мне его везти, так, главное, его не шарахать, не обошло, потому что повреждения у меня еще есть, а, ну все, я поняла, куда я еду, так, ребят, я не отрегулировала звук, возможно, сейчас меня плохо слышно, ну ладно, ну ладно, сейчас, короче, да пройдем миссию, я все отрегулирую, и с вами поздороваюсь по-нормальному, а то у меня прям, слушайте, ребят, я очень сильно переживала, тихо, 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 давай, Это ж фантастик, адьос Я вас приветствую, дорогие мои, с вами Тамара Капивара, и мы продолжаем проходить GTA V City Stories, или же приключения Витька, я вижу броник, я вижу броник, ни слова больше, ребята, я вижу халявный броник, это уже, знаете, это прям, это день задался, ребят, понимаете, и прошла миссию, и все прекрасно, так, у меня, что осталось? Братья Мендес от меня ничего не хотят, у меня есть только Рэй, ой, Рэй, Рэйни, простите, и Лэнс, я не знаю, кому я хочу, возможно, возможно, но не к Лэнсу, ребят, кому угодно, но не к Лэнсу, потому что его гениальные идеи я уже, знаете, не выношу, не переношу его гениальные идеи, я не хочу, ребята, он опять что-то придумывает, а мне потом решать, нахрена мне это надо? Ребят, знаете, вот, с умением Лэнса ему бы реально тамадой на свадьбе работать, просто шикарно бы у него получилось, он такой тамада, и конкурсы бы у него были бы интересны, но, правда, эти конкурсы, возможно, бы кончались бы плачевно, потому что Лэнс, сами знаете, какой он у нас массовик-то, затейник, он не знает слова стоп, слова нет, и как-то так, ребята. Посмотрите, как прекрасен закат в Vice City, ребят, какая романтика, мы прямо сейчас около пролетим колеса обозрения, возможно, увидим целующихся парочек, зажимающихся там, а что нет-то? Так, ребят, и сохраниться надо, естественно, а то что-то я как-то это, слишком какая-то вот прям борзая. Так, уничтожьте транспорт, какой нахер транспорт? Мне бы сесть по-аккуратному так, все, я снижаюсь, я не знаю, парковочное место для вертолета, я просто сажусь на трассу, мне похеру. На, все, я приехал. Так, не угоняйте мой вертолет, пожалуйста, я надеюсь, у вас нету ни у кого школы юных пилотов, потому что я бы хотела бы его оставить у себя пока. Может быть, да, лететь до Ренни. Так, ребят, я сохранилась, а это значит, мы отправляемся, но не к Лэнсу. Вертолет мой угнали, да что же вы делаете-то, гады? Так, подождите, я звук проверю, ребята, быстренько, быстренько, быстренько. Вот столько у меня звука, ребят, потому что иначе у меня прям громко орет ГТА, я хрен знает. Почему? Ладно, неважно, короче. Все, ребята, звук на месте, это значит, все у нас прекрасно и потрясающе. Ну вот день сегодня начался, прям и броник нашли, и миссию сделали, ребят, но это просто замечательно, просто восхитительно, просто муа, по красоте вот. Да не буду я тебя убивать, нахер ты мне нужна, блин, старая кошелка, а то, блин, еще кинулась в меня под колеса. Может быть, она хочет с меня, вот я не знаю, взять какую-то компенсацию, сказать, он сам на меня наехал, а-ла-ла, блин, пусть платит мне деньги и прочее. А нет, старая кошелка, я все-таки нормально слежу за дорогой, поэтому давить я тебя не буду, деньги платить тоже не буду, потому что мне мои деньги нужны. Тем более с таким братом-дебилом, мне кажется, знаете, Витек просто зарабатывает, зарабатывает, а Лэнс просто все транжирит, понимаете, точнее не кажется, это так и есть. Так, тихо, аккуратно, 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 просто в их семейке тащит только Витек, понимаете, мамаша такая, вот знаете, с приветом, такая дамочка очень своеобразная, на всех похеру, живу как хочу, типа вторая молодость, ей снова 18 и прочее. Лэнс такой, знаете, отбитый просто на голову, делает тоже, что хочет, ему похеру, вот только нормальный Витек и, скорее всего, брат, который у них болеет по-моему, астмой, ребят, я могу ошибаться, как-то так. А тут же миссию, что ли, будешь давать, ну ладно, так, все, что там у тебя, давай, убить Фила, часть 2, что-то Филу не везет вообще ни хрена. Дорогуша, разве ты не чувствуешь какую-то связь между нами, настоящую магию? Нет, я буду с тобой честен, на самом деле, ты не в моем вкусе, Барри, на сегодня все готово? Конечно, мой друг, серьезно, все уже решено, ты просто снесешь их. Хм, ну я больше беспокоюсь о том, чтобы кто-то нас... Ох, это все болтовня о сносах! Слушай, милый, возьми все свои разочарования и сунь их Барри, и оставь меня в покое, пожалуйста. Барри, у меня уже был Барри, у всех он был, обожаю испытания! Да? В смысле? Фил, он шутит. Барри? Слушай, Фил, хватит валять дурака. Да, год назад в Монако. Так много шампанского, так много любви в воздухе. Нет, это не было, заткнись. Фил, это все ложь, короче. Ну это было прекрасно. Да, 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 теперь мы в безопасности, Барри, так? Безопасности? Лучший старикашка по части безопасности только что пришел. Стал бы я врать тебе, малыш, а? Вообще-то да, ты мне постоянно врешь. Ну не на этот раз. Вик, стал бы я ему врать. Возможно. Давайте пойдем в костюмерную. Вик, сделай мне одолжение. Проверь, все ли чисто на концертной площадке, пожалуйста. Мистер Суперзвезда решил свалить всю работу на меня. Хорошо. Эй, я не нашел настоящую любовь в Монако. Заткнись, или тебе придется искать нового менеджера. Не искушай меня. Я просто люблю этих двоих. Они замечательные. Так. Мы узнали про темное прошлое Фила. Ой, не Фила этого. Барри, блин. Репетиция Фила начнется в 17.30. Убедись, что на стадионе... Стадион чист, прежде чем туда приедет. Короче, он. Хорошо. Отправляйся на стадион. В принципе, ребят, мы стадион знаем где, потому что в Vice City мы там с Томи Версетти бывали. Заезжали туда на стриме, правда. Ну ладно, не важно. Там, короче, прикольное было. Это гоночки там по кругу, типа мини-дерби. Ну, мне понравилось на стадионе. Это же этот стадион, точно, я проверю. Да, этот стадион. И, ребят, смотрите, заметьте, мы не тратимся сегодня на бронник. Бронник мы нашли халявно. Блин, как вот иногда вот везет, ребята. Я надеюсь, что сегодня будет день везучести, что у меня будет все хорошо. Сегодня буду тащить все с первого раза. Просто вообще прям меня ничего не остановит, понимаете? Меня будет не остановить вообще никак. Так, тихо, аккуратно. Даже аккуратно запаркуюсь, смотрите. Ну, ребят, в принципе, мне времени до хрена даже слишком дали. 12.55, а он в 17.30 приедет. Что может пойти не так? Да ничего, в принципе. Да, блин, Витек, уже что-то идет не так. Так, ребят, насчет чего еще хотела вам сказать. Так, звук сделала. Все настроила. Значит, все замечательно. Так, Витек, заходи. Проверь безопасность. О! Ни хрена себе вот это. Сказал я себе, он мне полброника снес, ребята. Опа, тут велик есть, смотрите-ка. Ребята, смотрите, тут велик прям как в этом. Как в Сан-Андресе. Так, я могу на нем прыгать, смотрите-ка. А можно как-то побыстрее, как вот СиДжей крутил педали? Это, как это, как это можно побыстрее на нем ехать, ребят? Убей киллеров. Короче, а, вот как раз-таки я гайд ваш по стрельбе использую. Короче, на ближней цели вы сказали мне вот так вот стрелять. На ближней. А на дальней использовать саму мышь. Вот так вот. Да. Подождите-ка, не так. Стоп. Ну, че ты, блин? Все, вот. Ой! Ой, ебаный, отбеги от него. Вот вы мне про это говорили. Ёптвой, да не-не-не-не-не-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Обернись, Витек. Все. Вы говорили, короче, мне на ближней цели использовать автонавидение, потому что мало ли они там подскачут, подскочат неудачно. А вот на такие можно... Это, короче... Так, мышкой. Все, ребят, будем так пробовать. Так, а тут кто... Есть, конечно же, есть. Конечно же, есть. Ну-ка, ближней цели сначала. Я хотела ближнюю. Да. Take it down. Никакого taking down. На тебе. И тоже так же. Автонавидение тебе немножко. Так, ладно, ребят. Продолжай проверять безопасность. Короче, ребят, я поняла, что нам надо торопиться. И у меня снесли пол жизни. Это как бы очень плохо, ребята. Нам еще три точки проверять, да? Или больше? Как он быстро едет на велике, ребят? Ну что-то у меня вообще не едет на велике быстро. Почему? Витюля. Так, убей киллеров. Стоп. Стоп, Витя. Стоп. Наш выход. Ну-ка. На. Все, хорошо. А где еще это? Ну-ка. Хорошо. У меня нет жизни. Поэтому пока автонавидение. Ай-яй-яй-яй. Чуть не упала куда-то. На тебе. Ребят, у меня началась за окном гроза. Представляете? Ай-яй-яй-яй. И вообще... Ой, ёп твою мать, Витька! Куда там мы упали с тобой? Проверь дальше помещение. Блин, а как я без велика? Подождите, у меня там велик остался. Вернуться за ним или нет? Уже три часа, ребята. Три часа. Ёп твою. Это надо было за великом, наверное, возвращаться. Мы, наверное, не успеем уже, ребята. Или успеем. Ну, в принципе, две точки осталось. Значит, успеем. Ребят, это было, короче, опрометчиво. Так, с чем он бежит лучше в руках, когда у него... Так, всё, ребята. Сейчас, наверное, киллеры будут, да? Не-не. Нету киллеров, ребята. Я что-то переживаю, что-то нервничаю. У меня прям нервишечки начали шалить в моей головке. Так, ладно. Аккуратно бери ещё броник. Хорошо, что тут есть. Так. Всё, это, наверное, последний, да, ребят? Всё, мы успели до 17.30. Мы просто бежали просто очень быстро. Мы как Рэмбо почти. Только Витёк, понимаете? Просто Витёк. Витёк универсальный солдат или всякое в этом духе. Быстрее беги, беги. Беги быстрее. Убивай, а то, блин, ещё времени не хватит. Всё, хорошо. Ну! Ёп твою мать! Ёп твою мать! Нет. Вот этот. Вот этот главный. Так, и ты ещё. Щёс. Всё. Так, подбери ключ-карту. От какого подвала? В смысле подвала? Какой нахер подвал? Ребят, я уже не успеваю. А какой подвал-то? Я без велика-то вообще сейчас всё завалю. Ребят, вот видите, потеряла велик, короче. Это меня гроза сбила за окном. Надо же что-то найти виноватой, ну, как бы, в этой ситуации. Я же баба, мне же надо свалить вину на кого-то, понимаете? Я же не могу сказать, что, типа, ой, я виновата, и всё. Близ 16.25, он 17.30 приедет. Ребят, мы с вами просрались. Знаете почему? Потому что Тамара, ну, как бы... Тамара потеряла велик, ребята. Я поняла, что велик мне бы помог бы сейчас. А сейчас я даже добежать не успеваю, блин, до этого подвала, блин. Так, ладно, давайте быстро-быстро как-нибудь сориентируемся. Тем более, даже жизни что-то нет, ни хрена. Витя, быстрее, пожалуйста, у нас время идёт. Витька, у тебя ногу это... Тебе ногу защемило этими дверями. Так. Я предбежу всех остальных! Капец, это что такое у них? Это взрывчатка, что ли, какая-то, или что? Здесь заложена бомба, разберись с этими киллерами. Епать! Ну-ка, на-а-а! Автонаведение спасёт мир. Ага, камон! Камон, блин! Камон! На тебе! На тебе! Просто автонаведение, ребята, просто автонаведение. По-другому хз. Я не успеваю, ребята, время! Тайм! Ребята, болейте за меня! Болейте! Пожалуйста! Автонаведение только меня спасёт. Ну-ка! Всё! Ребята, успела, да? Или нет? Или не успела? Успела, всё! Это Вик, видишь, я тебе говорил, тут нечем беспокоиться. Да-да, увидимся внутри. Серьёзно, друг мой, всё в порядке? Конечно, но вам стоит вызвать команду сапёров. Команду сапёров? О, да-да, конечно, хорошо, конечно. Ах, ты шутник, лысый! Да-да, подниму тебя. Фил, друг мой, может быть, стоит на время отложить репетицию, а? Какие-то технические палатки возникли, ничего серьёзно, всё хорошо. Ага, конечно, там взрывчатку. Он говорит, ничего, сразу. Ух, ребята, с первого раза получилось. Да, автонаведение, да, пользуюсь, да, такая я плохая. Доход бизнес-империи. За сутки 2,450. Хорошо, ребят, деньги любят счёт, это здорово, это классно. Так, у нас остался один лэнс, ребята. Ну чё, лэнс так лэнс, чё делать-то? Так, опа, кто-то ещё пишет. Ещё доход. Ренни, я рассказал Рикардо Диасу много чего хорошего о тебе, тыковка. Он хотел бы тебя видеть. Запомни, дорогуша, ты мой должник. Вот так надо делать ещё. Муах, мой должник. Эээ, в смысле, это чё-то как-то не очень. Так, задание ярости. Ярости, ярости. Подождите, Рикардо Диас. О, Рикардо Диас. О, уж этот Хирилл это. Этот мужик-истеричка, мужик, у которого вечный ПМС. Так, это Манана? Я надеюсь, это Манана. Манана это машина для души. Блисто Компакт? Что? Блисто Компакт? Блисто Компакт. Да? Компактное блисто. Ладно, шучу. Я просто иронизирую. А где Манана, ребят? А где Манана? Так, я не поняла. Выдайте мне Манану, пожалуйста. Я что-то на это не рассчитывала. Я хочу Манану. Манану, машину для души мне. Пожалуйста. Ребят, кстати, надо срочно сохраняться, потому что мало ли гроза, мало ли что произойдёт, мало ли всё пойдёт не так, всё вырубится. Поэтому надо, короче, быстро сохраняться. Так, ребят, куда мы поедем? У нас с вами... Ты что так занеслась-то? Блисто, не Компакт. Блисто, что у тебя с ходовой-то, я не понимаю? Или что у меня с ходовой после этой миссии? Мне реально было прям жёстко, ребят. Время прям просто поджимало. И я думала, я всё, я не пройду. Я думаю, всё, надо будет второй раз ехать. Но нет, мы затащили, ребят. Я не знаю, каким образом я это сделала. Ким образом. Как я это вообще сделала? Но я сделаю. Ребят, просто две миссии с первого раза. Это просто что-то с чем-то, понимаете, сегодня. Конечно, можно сейчас и засраться, завалиться. Но я надеюсь, что я не буду так засраться и заваливаться. Ребят, я предлагаю съездить к Диасу. Посмотреть на этого мужика истеричку. Погадать ему на будущее. Сказать, что его прибьёт Томми Версетти. И будет жить в его шикарном особняке. Испортим Диасу, короче, настроеница. Потому что, ну как бы, почему нет-то? Тем более, он ещё тот херовый хер. Я хочу посмотреть, как он там устроился. Как он жил до Томми Версетти. Жил и, видимо, не тужил, раз в таком особняке уже живёт. Значит, получается, он намного раньше поднялся, чем даже вот, ну, во временных рамках. Просто так же бы особняк не дали. Видите, ребята, гром гремит, земля трясётся. Витёк на сохранение несётся. Привет, мой друг Фламинго, я тебя обожаю. Целую тебя в клювик, мой сладкий. Так, а я сохраняться? Ну что, ребята, понеслись, поехали к Диасу. Фламинго, Фламинго, друг мой. Пожелай мне удачи в бою. Пожелай мне удачи. Потому что сегодня я просто на адреналине, ребят. Вы, наверное, сейчас тоже смотрите миссии и думаете, Тамара, блин, что творит, что делает? Пока тащит. Ни хрена себе, сказала я себе. Я тоже удивлена, ребята. Я тоже, не меньше вашего, очень сильно удивлена. Ну, сами знаете, недолго музычка играла, недолго мы не проваливали миссии. Так, мне бы, кстати, броник бы взять, потому что я хер знаю, что там у Диаса. Может быть, что-то лёгкое, может быть, что-то сложное. Но зная Диаса, скорее всего, там какой-то будет мутный-мутный замут, как обычно. Но он любит такое, понимаете? Сейчас ещё поистерит, в свою технику постреляет. Постреляет. Ну, сами знаете, он ещё тот хер. Ему бы успокоительно прописать, я не знаю. Валерианочке бы ему капать. В больших дозах, чтобы он был, сука, спокоен. Так, ладно, всё, Диас, я приехал. Чё там у тебя? Диас, Диас. Ну-ка. Ой, перепрыгнула. Эй, опять перепрыгнула. Присвоить сделку. О, как. Ни хера себе у тебя такая цыганская рубашка модная. Может быть, у тебя ёршик даже золотой есть? Или унитаз? Значит, ты Вик. Да, а ты Диас? Нет, это Санта-Клаус. Я много тебя слышал, мистер Крутой, дружбан семейства Мендесов. Не думаю, что мы совсем друзья. А, как скажешь. Я слышал, что ты не особо любишь смеяться, Амиго. Ну, улыбнись мне хоть разок. Ну, так размеши меня. Жизнь прекрасна. Смотри на меня. У меня есть порнуха. Кокосики, деньги. Я счастлив. Цыганская рубашка. Ёш, унитаз. Круто. Я собираюсь покинуть бизнес. Я не хочу продавать от наркотики. Однако у меня нет выбора. Господи, Квентин, ты не говорил, что твой брат такой зануда? Вик. Квентин. Рад тебя видеть, чувак. Меня послал Ренни. Мы с Рикардо уже немного повеселились. Как она? Да, хороша. Она знает так много фокусов для молодой девахи, да? Лэнс, ты жалок. Так, Квентин, справился всего за три минуты. Возьми сигару. Не хни дорожку. Спасибо, если ты не против. Итак, вы, парни, сможете мне помочь? Конечно, детка. Мы сделаем тебя звездой. Затнись, придурок. Ладно, что тебе надо? Гонсалес думает, что можно перевозить продукты и не платить мне. Он должен быть совсем обдолбан. Ха-ха, он прячет кое-кое говно где-то в море. Вы, Вэнсы, могли бы и украсть его? Ладно, хорошо. Пойдем, болван. Вот это у тебя, конечно, цыганская рубашка, Диас. Такой себе у тебя вкус. Обосрать Диаса я тоже люблю, ребят. Его задело. Вайс-Сити большой город. Это дерьмо может быть где угодно. Этот Гонсалес, ты сможешь узнать кого-нибудь из его людей? Возможно. О, а ведь мы... Если бы мы в большом городе были пару часов, я бы накурился с братом и переплетнулся с сестричкой. Я знаю, где все приезжие делают то и другое. Давай. Пошли. Как кола. Проследил стриптиз-клуба. Серьезно. Кстати, ребят, я не хотела ехать к Лэнсу, потому что хотела как бы отдохнуть от него морально. Но, увы. Так, подожди, Лэнс, я это возьму. Это мое. Я думала, я отдохну от него морально, но нет, понимаете. К сожалению, Квентин это просто... Груст на шее. Это тот крест, который Вик должен таскать с собой. Эх, Квентин, Квентин, я бы тебя... Я бы тебя в детдом взяла, только ты уже как бы взрослый для этого. Только хотела, думаю, ой, к Лэнсу не пойду, отдохну от него. Конечно, отдохнула, называется. Хотя бы молчи, блин. Не раздражай меня. Квентин, не нервируй меня, Квентин. Так что вот. А мы тут близко-то хоть? Вообще близко, ребят. Так, в стриптиз-клуб. Что-то намечается. Что-то намечается такое, что я даже не знаю, нужен мне броник или нет, ребят. Хороший вопрос. Думаешь, Диасу можно доверять? Чувак, Диасу бизнесмен. Отлично, значит нет. Диасу вообще нельзя доверять. Он еще то говно на палке, понимаешь, Витек. Ему нельзя верить. Я тебе сразу говорю, послушай меня. А Лэнс не разбирается в людях. Он просто как бы... Просто Лэнс, понимаешь? Просто Лэнс. Он был просто Лэнсом. Чувак с гениальными идеями, которые выходили тебе боком. Эх, Лэнс, Лэнс, Лэнс. Так, я не знаю, может быть мне купить все-таки броник? Лэнс, сходишь со мной? Надеюсь, тебя не задавят. Несчастный ты, дурачок мой. Так. Так, здравствуйте. Дайте мне, пожалуйста, броник, а моему брату новые мозги, пожалуйста. Потому что он ведет себя как дурак. Дайте мне, пожалуйста... Да, спасибо. А, выйти. Так, где мой Лэнс? Почему мы еще не на месте? Потому что твой брат покупал себе броник, чтобы его не убили ненароком. Тебе же насрать на родного брата. Убьют меня или не убьют? Квентин. Так что все. Не молчи, короче. Не говори мне ничего под руку, а то я... Разве ты не знаешь, куда нам ехать? Сейчас пойдешь пешком, понятно? Просто побежишь за машиной, пока я буду везти. Ну? Будь осторожен. Если увидишь кого-то из людей Гонсалеса, кричи. Это бессмысленно. Мы не... Я не могу в это поверить. Прямо вон там один из его наемников. Чувак, я хорош. Иногда я сам себя пугаю. Ставлю на то, что он приведет нас прямо к товару. Давай! Сядем ему на хвост. Прижмем ему жопу. Следуй за наемником Гонсалеса. Хорошо. Держи дистанцию. Ёб твою. Субтитры сбились. Из-за того, что вот это держи дистанцию. Ребят, ну короче, наверное, там скорее всего... Ёб твою, как ты водишь-то ужасно отвратно. Прям как я. Слушай, чувак, я думала только я так отвратно вожу. Короче, там сабы сбились, ребят. Я не знаю, что Ленд сказал, но скорее всего он просто сказал, я такой гениальный. Я предположил. Я так поняла, у нас нервометра не будет. Так, помните, кудрявый хер боялся в ГТА 3. Просто, наверное, просто надо держать вот такую дистанцию. Аккуратно. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Так, это будет долгая езда или нет? Я боюсь, что я слишком близко подъеду и будет написано. Ты его спугнул. Зачем ты его спугнул? Тин-тин-тин-тин. Сильно не разгоняемся. Хотя, почему он боится, ребят? Тут просто все машины друг за другом едут. Как он может нас бояться? Мы просто тоже едем. Просто по своим делам. Это же не какие-то там закоулки, это центральные улицы. У них что-то с паранойей у всех связано как-то, ну, что-то странное. Им бы к психологу походить. Коп, аккуратно. Видишь, коп, я соблюдаю правила дорожного движения. Я ничего такого не делаю. Ребят, сегодня даже копы меня не ловят. Представляете, что-то как-то вообще странный день. Ох, этот странный день. Так, аккуратно. Едем, едем. Так. Ну, ты долго еще будешь ехать, чувак? Нет, приехал, смотрите. Он вышел из машины. Пошли за ним. Он рубашку сменил. У него же синяя была, ребята. Как он быстро так переоделся-то, а? Как он быстро так переоделся? Залазь в дж... И... А-а-а. Тихо, подожди-ка. Лэнс, беги за мной. Лэнс. Че ты сказал? Че он сказал? Че он сказал? Типа, не проиграй, Вик. Следуй за наемником. Держи дистанцию или... Тихо. Пусть отъедет, пусть отъедет. Ну, сейчас я согласна, ребят. Сейчас это слишком палевно. Потому что мы прям за ним едем. Вот сейчас вот можно нервничать. Тихо, тихо. Шарик красный. Сейчас можно вести себя как параноик, потому что... Ну, блин. Сейчас можно запаниковать, понимаете, ребят? Потому что какой-то чел просто за тобой едет. Сейчас можно паниковать. Сейчас можно не отставлять панику. Вот на его месте можно запаниковать. Вот вообще. Просто мы едем прям за ним. Это же не какая-то водная прогулка, не какая-то экскурсия. Мы просто едем за ним. Если он обернется, он скажет, типа, а как хера ты за мной едешь? А мы скажем, сюрприз, сюрприз. Сюрприз, сюрприз. Так, что-то я как-то отстаю от него, нет? Тихо, он заворачивает, да? Держись ближе или потеряешь его. А, он кораблю едет, я поняла, ребята. Он кораблю едет. Не, я не кораблю, а куда ты едешь? Чела, куда ты едешь-то? Подожди, я не понимаю. Ну, чувак. Куда ты едешь? В какие-то домики, что ли, эти на воде? Ну-ка. Я гоню. Апа. Я что? Наверное, это то место. А почему ты так решил? Это какой-то вообще, какой-то недостроенный сарай. Товар спрятан в той лодке. А как ты это решил? Может быть, просто лодка? Остерегайся охраны. Епать, у них там калаши или что там. Классно просто. Садись в лодку. Так, и что? Садись в лодку. И что? Остерегайся охраны. А я могу стрелять. А нахер меня остерегаться? Я сейчас вас... Я буду вас кошмарить, чуваки. На тебе. На тебе. Я могу его убить, нет? Я попадаю? Попала. Нахер меня остерегаться? Я сейчас всех сначала подорву их. Я веду подрывную деятельность. Витек Венс тем более умеет плавать. На вам, на, сучки. Две звезды. Вот это накрафтила я. Плохо. Так. Это катер какой? Тихо, подожди-ка, подожди-ка, подожди-ка. Я ничего-то не поняла, пацаны. А как мне? А, они тут еще вот на этих всяких вышках. Так, подождите. Я... Я, короче, это... Забираюсь на их праздник жизни. Плыви, Витек, быстрее. Плыви, Витек, плыви, Витек. Ну, куда? Клюшка прям самая-то. На тебе. Все хорошо. Тихо, Витяка. Витяка. Тихо, Витяка. Витяка, возьми. Так, куда нам надо? Подождите-ка. Стоп. На. Я не тебя хотела. Иди сюда. Ну. На тебе вручонку. А то что-то мы автонавидением злоупотребляем. Не надо злоупотреблять автонавидением. Это нам не нужно. Короче, зачищаем. Зачищаем полностью. Да что-то я промахиваюсь-то. Во. Все, ребят, забываем про автонавидение. Оно нам не надо. Откуда стреляет еще? Так, ну-ка. На вышке там. А я не дострелю до него, нет? Да, на вышке. А у меня снайпа, если что. Ну-ка. Он не так, не так не достреливает. Ну-ка, подожди-ка. Я должна. Все, дострелила. Без всякого автонавидения. Вот и все. Вот видите, ребят, вы правильно мне сказали. Тамара орудуй и мышкой. И автонавидением. Вот. Короче, я баланс этот найду. Вот видите, ребят, как проще получается, что я вот взяла и так, и так. Все, ребят, ваши советы я пользую. Так что не говорите, что я Тамара не прислушиваться. Тамара старается. Тамара пытается. Так, все, мы всех зачистили. Что беречься от охраны? Просто всех зачистили и все. Просто наглеим, понимаете, ребят? Все, короче, уезжаем отсюда. Никто нам не страшен. Тихо, аккуратно. А где, су, короче, лодку? Ну, давай. А куда ехать-то? Кто-то стреляет. А почему они опять отреспаунились, ребят? Я же всех убила, да? Ребят, а какого хера они отреспаунились? Что за хрень? Я же всех зачистила. Я же зачистила район. Ребят, я же зачистила район. Что за хрень-то? А куда везти-то, ну? А куда лодку-то везти? А, вот куда. Я думала, туда-куда-то. Не знаю почему, хотя особняк дился, он здесь. А что они там отреспаунились-то, ребят? Это что, это вообще нормально? Странно. Ребята, прям просто на адреналине. Три миссии, три, три. Тем более, три пальца я вам показываю. Три миссии я прошла с первого раза. Вы в это верите, ребята? Я ни хрена в это не верю, серьезно. Это что-то, это как-то волшебно, понимаете? Меня укусило волшебство. Муха волшебная какая-то, которая сказала не фейлить, понимаете? Так, Диас там. На Диаса плевать, я к Лэнсу хочу. Доход. Доход от бизнес-империи за сутки. Две четыреста пятьдесят. Так, ребят, я еду сохраняться и теперь к Лэнсу. К Диасу в следующий раз поедем, потому что, ну, а что все у него бывать? Нахрен это надо? Ребят, я просто, знаете... Тут можно было, наверное, накосячить, но я не накосячила. Что-то как-то вообще удивительное. Сегодня день прям меня удивляет. Ладно, ребята, ну, попробуем пройти тогда и четвертую миссию. Естественно, я снимала серию намного больше, а вам обрежу, потому что зачем вам видеть этот вертолет еще раз. Так, ребята, ну что, я перезаписалась. Теперь мы спокойно отправляемся к нашему брательнику. Бронь, я надеюсь, нам хватит. Я не буду докупать. И у нас только, смотрите, только Лэнс и Диас. Больше никого нет. Эти Мендосы, мне почему-то кажется, что они больше к нам не обратятся. Или, может быть, все-таки обратятся. Знаете, скорее всего, будет такая миссия от них. Я могу предположить... Ёб твою! Это все баба виновата, блин. Она в меня въехала. Я ехала правильно, по главной дороге. Она выворачивалась со второстепенной. Она, короче, виновата. Ладно, неважно. Я предполагаю, ребята, что... Да сука! Да что такое-то? Я продолжаю предполагать, ребята, что... Мендосы позвонят, у них будет какая-нибудь миссия. Типа, Витек, сделай нам последнее одолжение. Там, достай нам что-то такое. Витек пойдет, и это будет ловушка, ребят. Я почти на 100% уверена. Может быть... Как сказать? Я ошибаюсь. Я это не спорю. Но мне почему-то прям так кажется, ребят. А когда кажется, почти всегда получается так. Ну, не всегда, конечно, ладно. Так. Так что вот, ребят, мне кажется, Мендосы нам какую-то ловушку сделают. Я почти уверена. Ой, блин. Не хотела я встречаться с Лэнсом из-за его гениальных идей. Но все-таки придется, ребят. Этот день настал. И мы едем на четвертую миссию к Лэнсу. И будем ожидать его гениальной идеи, ребята. Как вы думаете, что он сейчас придумает? Будет ли что-то нормальное? Или опять одна из его гениальных идей? Я ставлю на ненормальное и на негениальное. Ладно. Все, Лэнс, я приехал. Здорово. Белая ложь. Итак, детка, это танец Лэнса-Вэнса. Дэнс, дэнс, дэнс. Вот так. Убери это. Спрячь это. Да, вот так. Та-та-та. Лэнс-Вэнс-дэнс. Крутой. Так вот, куда уходит кокаин? Тебе под нос? Эй, Вик. Вик. Что ты здесь делаешь? Ты заставил меня бегать по городу, как сумасшедшего. И все это время нюхаешь его в одного. Ты невероятен. Послушай, я сожалею. Может, мы можем поговорить об этом позже? А? А? Ой, Вик, чёрт! В смысле? Луиза, какого хера тут происходит? Ну, эм, мы брат, а братишка, это не то, о чём ты подумал, короче. Я бы не стала так с тобой поступать. Мне просто нужно было отвлечься от мыслей. Так ты трахалась мы братом. Нет, мы только покайфовали вместе. Боже, осуждаешь всех и вся пута. Ты сам святой. Почему ты ведёшься как мудак? Ты ничтожество. А ты просто замечательный. Замечательный торговец с наркотиками, грабитель и убийца. Успокойтесь. Я делал это для нас. Кого ты дурачишь? Тебе на меня насрать? Совсем не так. Знаешь что? Меня тошнит от тебя, самодовольный хер. А, пошла вон. Ты же исподальшься от меня, больной ублюдок. Ты фальшивка. Фиг, Вэнс. А, трагедия на родном месте. И что ты собираешься делать? Большое спасибо, Лэнс. Чё? Слушай, какая разница? Это мои кокосики. Все кокосики мои. И я сделаю всё, что захочу. Понятно тебе? Это мои кокосы. Абсолютно все мои кокосы. Лэнс, вернись сейчас же. Соткнись! Ты всегда указывал мне, что я должен делать. Но если бы меня не было, мы не имели бы этого всего. Если я захочу взять кокосики, я возьму. Я хочу раздать кокосики, я раздам. Я собираюсь раздать все кокосы. И ты не смеешь остановить меня. Понял ты? Лэнс, не будь дебилом. Садись в судно на воздушной подушке. Подождите, подождите. Какое нахер судно на воздушной подушке? Где оно? Ебать! Подождите-ка, а что мне делать-то? Стоп, Лэнс уже куда-то улетел. Нихера себе, блин! Луиза такая пришла, и как типичная баба, меня во всём винила. Просто с нихера. Я в ахерене. Следуй за... А, подожди, куда? Чё? Ай! Следует собери пакеты. Подождите-ка, подождите-ка, подождите-ка. Блин, я пропустила, там сзади пакет был. Ну всё, пипец мне, пацаны. Я пропустила, там пакет, ребята, сзади. Ну всё, мы проиграли миссию. Надо, наверное, все собрать, да? Так, Лэнс! А у меня судно не едет, ребят. У меня судно не едет, серьёзно. А я могу так собирать? Да. Я могу и так собирать. А у меня судно не едет, нихрена, ребят. Оно встряло. Оно не едет, ребят, смотрите-ка. Оно вообще не едет. Ребят, оно не едет, я вам говорю. Я вам серьёзно жму и назад, и вперёд. Оно не едет. А чё за бред-то, ребят? Смотрите, оно не едет. Алё! Судно! Чё за бред-то, ну? Оно не едет, ребят. Ни туда, ни сюда. Можешь подтолкнуть его? Оно не едет. Вот, ребят, я жму вперёд. Я жму назад. Я жму туда-сюда. Оно не едет вообще никак. Ребят, оно не едет. Чё за бред? Чё за баги на ровном месте-то? Ну, естественно, ребят, начали проваливать миссии. Так это не я виновата. Оно просто не ехало, и всё. Я в охрене, ребят. Я в охрене. Оно просто не ехало, и всё. Это чё, Лэнс обратно домой возвращается, что ли? Всё по... Хернёй пострадал, и хватит. Ребят, и главное, ещё тот первый пакет... А как бы я его собрала-то? Я бы... Надо было тут под мостом, что ли, проехать. Чё-то рукстаровцы нас вообще в этой игре решили просто постоянно испытывать. То ящик близко поставят, чтобы мы винтом цеплялись. То судно, не пойду, куда закинуть. Лэнс уже кинул этот пакет, а я его не взяла. Я не знаю, ребята, как я сейчас его заберу. Ну, блин, меня вот это судно, короче, поразило, ребят. Просто полностью поразило. Почему оно запаговалось на ровном месте? Оно не ехало ни туда, ни сюда. Я в охрене. Ну, ладно. А ещё больше всего в шоке от Луизы. Она же мать. Она же корила себя то, что у неё нет там ни образования, ни работы нормальной. Я думала, она после смерти мужа встанет на путь исправления и такая будет, ну, заботиться о Мэри Бетт, вот. Она нюхала кокосики с Лэнсом за спиной у Витька. Просто она же себя убивает. А как же дочка будет расти, если она так себя убьёт этими кокосами без неё? Ну, блин, это как-то безответственно. У неё же ребёнок есть. Так, а что будет, если не собирать этот пакет, а просто поехать вот сразу же за этим? Чисто гипотетически. Почему я там встряла? Хер меня знает. Так, хорошо. Так, дальше что? Лэнс, куда ты поедешь? Так, опа, аккуратно, ребят. Ещё главное эту штуку сильно не дёргать. Видите, я чуть-чуть влево и она уже заносится очень сильно. Надо, короче, в АД, ну, лево-право, вообще не нажимать особо. Потому что иначе она ровно не идёт. Кто будет играть, может быть, вам поможет. Этот мой совет. А кто уже прошёл, вам этот совет нахер не нужен. Так, аккуратно. И главное не промахнуться, потому что она не развернётся, я уже поняла. Она очень неповоротливая, эта фигня. Вроде бы миссия простая, но из-за того, что эта штука неповоротливая, она делается немножко сложнее. И то, что я первый пакет не собрала, может быть, мне потом напишут, что типа миссия провалена. Но мне кажется, нет, ребят. Скорее всего, тут, наверное, какое-то количество пакетов можно пропустить. Ну, мне так кажется. Может быть, я не права. Но миссия бы уже провалилась, мне кажется, если бы я не собрала пакеты. Так, я... Так, у нас куда-то там поехал. Мне надо съехать. Аккуратно. Вот, ребят. И ускоряться тоже надо очень аккуратно, потому что мы можем пропустить эти все пакеты. Вот видите, ребята, чуть-чуть бы я пропустила бы. Ну-ка, аккуратно. И сейчас я чуть тоже не пропустила. Так, надо ускориться, ребята, чуть-чуть, потому что мы немножко не успеваем. Хорошо. Замечательно. Хорошо. Так, ага. Тихо, аккуратно, ребята. Просто, если мы тут немножко затупим, то это все будет. Это конец. И, ребята, вы поняли, да, что кокосики сперли никакие не байкеры, а сам Лэдс? Просто он не хотел признаться Витьку, что он хочет в одну харю его сожрать эти кокосы. Он просто напридумывал, оговорил байкеров. Просто так, ребята. Конечно, с байкерами у меня были сложные отношения. Сами знаете, с того бара и прочее. И еще там с той миссией. Но так вот кошмарить, ребят, ни за что. Это просто беспредел какой-то, Витек, был. Это просто был полный беспредел. Это плохо, Витя. Не мне тебе морали читать, Витя, но это плохо было. Ну-ка. Так. Аккуратно. Нет! Все началось. Хорошо. Так, где еще там пакет? Он уже его кинул. Где-то здесь? Да. Так, я что-то не вижу, куда я еду. Ах, блин, Витя, Витя. Мотоцикл. Так, ну хорошо. Нет! Блин, Витя, 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 садись! Садись, судно! Садись, мы вылетели куда-то не туда. О, блин, оно опять не едет. Ребят, оно опять вперед не едет. Тихо, аккуратно. Где еще пакеты? Где-где-где-где-где-где? Лэнс! Я, я еду. Лэнс. Нет, блин, ну там чуть-чуть оставалось же, блин. То, что судно это... Ну, ребята, блин, там чуть-чуть нам оставалось всего лишь-то взять эти пакеты. Ну, немножечко совсем. Эх, блин, не повезло, не повезло, конечно. Плохо все получилось, яско. Слушайте, а может быть, реально попробую сейчас взять первый пакет, успеть? Слушайте, он же берет телом пакеты. Может быть, нам, знаете что? Может быть, эта штука проедет тут или нет? Ну-ка, подожди-ка. Нет, она не проезжает. Я, короче, предлагаю вам, короче, вариант прохождения этой миссии, ребята. Вы сейчас от меня его просто увидите и офигеете. Мы сейчас с вами... А эта подушка тут останется? Может быть, на этой поедем? Ну, вряд ли. Сейчас я вам покажу, как это надо делать. Проплыть-то мы можем? Сейчас, 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 сейчас. Мы же проплыть-то можем? Это судно не пройдет, но Витек-то проплывет. Ну-ка, подожди-ка. И вернемся обратно на эту подушку, не? Или вообще вот так вот проплывем, смотрите-ка. Недалеко. Бесполезно. Бесполезно, ребята, это бесполезно. Он далеко ее кидает. Мы не успеем, он исчезнет сто раз. Ну-ка. А мы даже, по-моему, два пакета пропускаем там. Если я не ошибаюсь, ребят. Да, два мы там пропускаем. Плохо. Ну, короче, миссия не заканчивается. Видимо, пока я не соберу все пакеты, если не буду тормозить, то, может быть, два можно упустить пакета. Как-то так. Может быть, даже три. Так, ребят, я уже наловчилась. Я смогу это пройти. Так, ну ладно. Главное не паниковать, ребят. Если паниковать, паника наш злейший враг. Паника нам не друг, понимаете, ребят? Паника нам не друг. Паника нам не друг. Если бы мы не вылетели там, было бы все шикарно, понимаете? А мы вылетели. Это плохо. Так, аккуратно, Витек, рули. Просто там вылетела я там за загородку. Надо было аккуратно вести, ребят. Так. Так, Лэнс сейчас сюда кинет пакет, да. Так. И так, аккуратненько мы с вами сюда на опережение немножечко его. Да. Он каждый раз как бы кидает, но чуть-чуть... Разная у него, по-моему, траектория броска, если не ошибаюсь, ребят. Вроде бы одинаково, вроде нет. Ребят, вот если бы он где-нибудь завис, было бы хорошо. У какой-нибудь пальмы и просто кидал бы нам пакеты, да? Мечтать не вредно, вредно не мечтать. Так, ну-ка. Так, а, тут еще рано. Это еще не в пусты. Это еще... Он здесь будет. Ну ладно. Ребят, это простая миссия, но... Рокстаровцы, конечно, тут наделали делов. В том плане то, что... Почему так далеко отреспаунили это транспортное средство, ребят? Ну, что-то как-то странно. Если он так начинает быстро кидать. Может быть, у меня только одна идея, что рокстаровцы так сделали. По причине, что... Ну, чтобы, знаете, показать, что можно упустить пару пакетов. Ну, типа, знаете, как заставка такая скриптованная. Что, типа, ты все равно упустишь эти пакеты по-любому. Как-то так. Я думаю, это так сделано, ребят. Ну, скорее всего, типа, что все равно ты что-то потеряешь. Что Витек все собрать не может. Наверное, это так сделали, типа, как... Ну, не знаю. Я просто пытаюсь это как-то объяснить, почему судно стоит не на месте. Просто по идее, мне кажется... Ну, я не знаю. Как-то странно оно стоит просто. Я не понимаю. Тихо, аккуратно. Там можно вылететь. Тихо, аккуратно. Все, хорошо. Так, а где пакет? Еще один. Ребята, четыре миссии сегодня прошли. Мы с вами молодцы. А теперь мы разберем Лэнса и Луизу. Мне просто кажется, ребята, что что-то вот как-то странно, рок-старовцы. Мартинес. Эй, Витек! Я снова в городе! Как там твоя дамочка? Дамочка! Думаю, мне стоит ее навестить. Ах ты, козел, Мартинес! Беззащитную деваху. Хочешь ей воспользоваться, типа. Вот это он не по-мужски, конечно, поступает, ребят. Просто у нас с ним личные разборки. А он, типа, такой важный хер бумажный. И хочет как-то моей даме навредить, то бишь Луизе. Ребят, я на этой штуке просто практикуюсь ездить. Мне кажется, будут еще миссии на ней, поэтому я буду практиковаться. В общем, ребят, разберем Лэнса. Лэнс, как всегда, его гениальные идеи. Мы, в принципе, не удивлены, что он так обманул брата и решил кокосики использовать. Это ладно, ребят. В принципе, от Лэнса ничего другого мы не ожидали. Мы бы удивились, если бы там Лэнс, наоборот, что-то нам хорошее сделал. Но Луиза меня очень сильно удивила. Во-первых, она как типичная женщина выставила Витька виноватым. Хотя он, конечно же, не виноват. Она просто все свалила на него. Он на ней не думает, хотя он как раз-таки ради нее много чего сделал. Убил ее мужа, помогал с деньгами, помогал ей развлечься. Выдернул ее из говна, грубо говоря. А она так с ним поступила. Нюхает эти кокосы, зная, что у нее малолетний ребенок. Надо его поднимать. У ребенка только она и ее сестра. И как бы она вообще башкой не думает. Ты же мать, ты уже должна как-то думать-то иначе. Не только о себе прожигать свою жизнь. Но о Мэри Бетт подумать, ребят. Это вообще как-то неуважительно. Я сейчас насчет Луизы, я очень расстроена. То вроде бы у нее такие здравые мысли были. Что типа надо меняться. Надо там что-то делать. А то она вот так вот пошла по наклонной. Конечно проще всего скатиться по наклонной. Там что такое? Надо потом забрать какое-то оружие. Вот. Чем... Чем что-то знаете как бы делать. Лучшее. Но блин. Просто зачем она так сделала? Просто нахрена? Она говорит развлечься. Но развлечься, блин я не знаю. Займись вязанием каким-нибудь. Ну не... Ну не нюхай же. Что это такое? Возьмем топор. С топором просто... Ни хрена себе баба. Баба, прости. Я не хотела на тебя с топором нападать. Я просто хотела в крутую позу встать. Я же не знала, что ты отдашь отпор. Так что вот, ребят, насчет Луизы я разочарована. Я надеюсь, Луиза как-то... Как-то свернет с этой дорожки нехорошей. Понимаете? Как-то так. Ну что, ребята, я сохранилась. Четыре миссии пройдены. А это значит, мы можем спокойно сегодня заканчивать. Но... Но-но-но-но-но-но... Я пойду переоденусь, ребят. Витек давно не переодевался. Вот, короче. Давайте ему выберем какой-нибудь прикид. Так, я не знаю. Еще надо сутенерский прикид купить там. Ну, здание, точнее, разобраться там с этими чертами. Чтобы у меня был сутенерский прикид. Давайте вот это оденем. Мне кажется, это вполне себе красивенько, замечательно. Ну что, ребята, мы сегодня прошли четыре миссии. Зафейлили только Лэнсовскую. И то у меня какие-то смутные сомнения меня терзают насчет транспорта. Он как-то далеко его отреспаунили разрабы. Но я объясняю это так. Так, скорее всего, они дали нам понять, что что-то Лэнс выкинет. Чтобы мы не пытались даже туда ехать. Мне кажется, это типа катсцена, что мы не успеем. Типа, должна собирать то, что есть. Как-то так. Может быть, я не права. Ребят, ладно, пишите в комментариях, как вам сегодняшняя серия. Вот, ребят, встретимся в следующий раз. В следующий раз, наверное, начнем с Диэса, а может быть, с Лэнса. Ну что, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем хорошего настроения и хорошего дня. Всем пока, ребят.